кого марс в сожжении ну во-первых перепады энергии это кстати свойственно марсу в падении и он похож в этом плане на марс в сожжении и кстати по поводу этого я также в конце скажу свой месседж по поводу энергии поэтому все кто досмотрит до конца вы узнаете тот самый секрет как же эту энергию сохранять марс получается отвечает за наши такие короткие действия вот цели которые мы выстроили мы и к ним идем то есть это то что не долгосрочное то есть сатурн за более масштабные действия отвечает марс за мелкий есть конечно из-за сожжения марса человеку сложно завершать какие-то действия до конца доделывать их и это уже похоже на таких близнецов ну вот это их такое качество и вот марс сожжение его приобретает также у нас есть эмоциональная составляющая и даже если у человека марс в хорошем положении в хорошем доме то его сожжение особенно в периоды марса вызывает ну такой всплеск эмоциональный я бы не сказал что это конфликтность просто человек с трудом контролирует свои эмоции чувства ему сложно их понимать и их планомерно выражать поэтому конфликты в том числе но это не является основой здесь то есть имейте ввиду это не значит вы сразу все там всех будете веселить до своим марсом дальше либидо сексуальная это заблуждение которое часто пишут что вот сразу там что-то происходит с потенцией наша потенция она не связана только с физиологией я бы сказал что вообще все проблемы с потенцией они напрямую связаны с нервной системой и с психическим состоянием человека поэтому здесь если вы не контролируете свою энергию вы перерабатываете либо в лень впадаете это как раз эти грани марса у вас чувство страха марс сожжение вызывает его он уже не такой уж и воин вы боитесь что вдруг вот вы сейчас выйдете за рамки комфорта с вами что-то случится это тоже марс сожжение если внутри вас этих состояний очень много но все перемешивается ну а каком сексе и потенции потенции мы можем говорить но это не значит что у вас проблемы на в этой области это значит что у вас не хватает энергии у вас неправильная психо такое соматическое состояние и отсюда уже да вам просто ну не до этого поэтому это в принципе связано уже не с марсом это можно связать и с пораженной луной да это также легко можно заметить у меркурия если он сожжение либо в падении потому что у человека ну блин всю энергию забирает интеллект его мысли и у него просто не хватает энергии на другие вещи то есть марс отвечает за распределение энергии и в принципе физиологический человек не понимает как их распределить но огромное количество энергии у нас жирает интеллект почему я говорю тоже про меркурий то есть она везде распределяется на уровне физики на уровне ума на уровне интеллекта есть прана энергия души то есть все это разные энергии поэтому с марсом сожжение также возникает лихорадочность вы начинаете ускорять время вам нужно быстрее несетесь вперед паровозов и не чувствуете вот эту синхронизацию со временем вы постоянно чуть-чуть вперед вы можете сначала сказать потом подумать такое тоже бывает это для тех кто не его не проработал то есть может быть у вас уже прошел период марса большой вы его поняли осознали у вас это ушло а может быть у вас юпитер управляет марсом или меркурия про это постоянно говорю что это все сглаживается тоже нужно это учитывать дом в котором он стоит знак то есть вот эти все моменты они создают общую картину поэтому чтобы марс был в порядке вам в первую очередь нужно исследовать свой источник энергии в карте это зависимости от того где марс стоит от чего вы получаете кайф от чего вы наполняетесь кто-то от медитации кто-то от спорта там от любимого дела от секса то есть это должно быть и вы должны за этим следить вот тогда уже можете над ним работать если у вас источник энергии закрыт то у вас не получится никакой работы это будет очень сложно поэтому мой месседж самый главный о котором я говорил это наблюдать за тем какое количество энергии у вас утром днем отмечаем и вечером да вы утром просто анализируйте свое состояние смотрите да что с вами меняете его да у каждого свой способ кто-то любит танцевать под музыку днем тоже смотрим и также вечером и если вы не будете этого делать даже это лучше отмечать то в состоянии низкой энергии у вас будет понижаться принятие вы становитесь агрессивным непринимающим не слышащим человеком потому что у вас энергии еле-еле как хватает на себя а как же вы хватит на другого человека который рядом с вами вам не до него это вызывает злость и раздражение поэтому людей злых не бывает есть люди с низкой энергии и с высокой вот в этом и есть основной месседж мы изначально не являемся какими-то агрессивными злыми негативными существами это происходит из-за того что наша энергия идет через низкие частоты мы начинаем привыкать к низкочастотным вибрациям и уже как паразиты начинаем питаться вот этими эмоциями негативными мы начинаем получать от них некий кайф такой и когда мы вызываем это в других они дают нам обратную связь мы также наполняемся не получается что работают вот эти нижние чакры и да это тоже один из способов провокация многие люди становятся знаменитыми благодаря этого и к ним приходит эта энергия они напитываются но есть также верхний слой про который не нужно забывать до который отвечает за сострадание принятие и вообще возможность услышать другого человека поэтому если вы не слышите не видите не принимаете вы раздражены остановитесь и не делайте никаких действий пока у вас не изменится энергия пока вы не поднимите съешьте шоколадку не знаю пообщайтесь с человеком который вам нравится но вы должны это изменить не надо в этом состоянии жить вот и все что хотел до вас донести я надеюсь что вы задумайтесь об этом и это повлияет на то как как у вас сейчас происходит ваша жизнь с вами был макс амира и до новых встреч